25 октября 2005 года в своей квартире в Нижнем Новгороде на 79-м году жизни от сердечного приступа умерла первая в СССР дрессировщица «Тигров» и киноактриса Маргарита Назарова. У нее было все – слава, успех, деньги, любовь. Но, укращая свирепых хищников, она так и не смогла укротить свою трагическую сумму. Как дочь простого лесника превратилась в легенду манежа и звезду культового советского фильма «Полосатый рейс». Почему до конца дней она жила в страхе и завершила земной путь в бедности и одиночестве? Чем покорила сердца миллионов зрителей? И как сумела заставить диких зверей ходить по струнке? Это была икона вообще, вот моя настольная домашняя икона Маргариты Назарова. У нас женщин-дрессировщиц меньше, чем космонавтов. Да, потому что это настолько редкая и удивительная профессия. Ее свет, тепло, ее эмоции, ее голос, ее общение с животными, которое не было выдуманным. Вот то, что мы видим в кадре, это так она с ними и существовало. Она их любила. Русская красавица с остальными нервами в окружении хищников. Вот заголовки итальянских газет в 1969 году. Гастроли советского цирка со смертельно опасными аттракционами Маргариты Назаровой проходили триумфально. Пока вдруг в самый разгар гастролей Маргарита Назарова не исчезла. Вместо нее на арену пришлось выходить ее мужу, дрессировщику Константину Константиновскому. А труппа волновалась и терялась в догадках. Кто-то вспомнил, что после вечернего шоу Маргарита села в машину к холеному мужчине. Спустя три дня она вернулась. Так же неожиданно, как и исчезла. Когда она вернулась, как будто ее подменили. Она стала какая-то другая, она стала очень нервная. Она стала очень агрессивная. Не узнавали свою Маргариту. Вот ее веселую, задорную, с красивой улыбкой, с вот этой невероятной родинкой, она была другая, вообще другая. Вот этот ее так называемый побег, это очень странная история, потому что мы знаем о побегах различных балетников, мы знаем о побегах различных писателей. Если человек сбегал в то время, его предавали такой анафеме, такому клеймению, так его ненавидели, так его топтали. И представить, что одна символ цирка, я не побоюсь этого слова, женский символ, женственный символ циркового искусства, дрессировщица, которую знали в мире, взяла и сбежала на три дня. Назарова стала народной артисткой РСФСР, и такой скандал не мог остаться незамеченным. После возвращения в Советский Союз Назарову пригласили в КГБ. Вернулась она оттуда в тяжелом состоянии. Для нее тема прошлого была табуирована на 100%. То есть она не подпускала никого, даже близко, ни на миллиметр. Все описывают, что у нее всегда была какая-то паранойя. Но мы не будем удивляться, потому что понятие «враг народа» для тех времен – это страшно. Это просто печать на всю жизнь, это проклятие. А ведь жизнь Маргариты Назаровой начиналась так счастливо. Она появилась на свет 26 ноября 1926 года в детском селе под Ленинградом. В семье лесника Петра Назарова и его жены Ольги, учительницы начальных классов. За легкий нрав, лучистую улыбку и ярко-голубые глаза родители звали Риту Незабудкой. И на все теплые месяцы вместе с младшими сестрами Галей и Верой вывозили в лесную сторожку. Там прошли самые чудесные дни ее беззаботного довоенного детства. Однажды отец принес в дом крошечного медвежонка, чью мать убили браконьеры. И Рита все лето выхаживала своего миньку. Даже танцевать учила на задних лапах. Не научился, но зато окреп, и папу вернул подросшего медведя в лес. В то время Рита еще не мечтала о цирке, просто очень любила животных. Конечно, любовь к животным. Если ты животных не любишь, то делать себе в этой профессии нечего. Я думаю, у Маргариты не было такого врожденного чувства, прям вот быть дрессировщицей и управлять животными. В 1940-м отца перевели в латвийское лесохозяйство, и семья Назаровых перебралась в Даугавпилс. А у юной Риты появилось новое увлечение – балет. Когда началась война, отец ушел на фронт, а мама увезла дочек в Павловск. Рите едва исполнилось 15, и ее мечта о сцене сбылась. Но так, что лучше бы она никогда и не сбывалась. Эти места были оккупированы немцами, и Маргариту забрали в Германию. И где она была гувернанткой, а потом хозяин, у которого она работала, он увидел, что девочка хорошо танцует, и можно на ней зарабатывать какие-то деньги. И отдал ее в ночное кабаре, где почти до конца войны Маргарита танцевала для немецких офицеров. Но только ли танцевала? Этот период жизни Назарова тщательно скрывала. Считала черным пятном своей биографии. Но прошлое ее все-таки настигло. В Италии во время представления она увидела своего хозяина, сидящего в первом ряду, и она пропала. Что было там, естественно, Маргарита не рассказывала об этом. Что там произошло, это знает только она. И уже, наверное, никто об этом никогда не узнает. Если верить слухам, то именно в гамбургском ночном кафе Шантане Маргарита Назарова встретила свою первую юношескую любовь – молодого немецкого офицера. Чувства, видимо, были взаимны. Возможно, именно он уберег беззащитную девочку от надругательств и спас от смерти. Весной 45-го шли ожесточенные бои за гамбург. Вдруг в кабаре врываются какие-то солдаты. Все попрятались, кроме Маргариты. Она укрылась за кулисой и вдруг слышит родной язык. Братцы, да мы попали к немецким и дальше отборный мат. Расстрелять бы их всех. Маргарита выскакивает и кричит, ребята, я своя. Так летом 45-го Маргарита вернулась на родину. Разыскала маму и сестер. И узнала о том, что отец пропал без вести. Назаровой было 19, и она умела только танцевать. Устроилась в кардебалет Даугавпилского театра «Цирк на сцене». А там встретила любовь всей своей жизни – Константина Константиновского. Константиновский, он же был кинологом. По своей первой профессии дрессировал собак, которые подносили взрывчатки к танкам. Он готовил собак, которые вытаскивали раненых с поля боя. То есть он был уникальный человек, гениальный человек. И очень был красивый мужчина, и он был высокий, статный. И, конечно, Маргарита в него была влюблена. Наверное, он был единственным человеком, кто по-настоящему знал ее самую страшную тайну. Наверное, он был единственным хранителем этой самой информации. И для нее он был как бы безопасной бухтой, что ли. И от этого она жила, от этого она могла творить. Константиновский стал для Назаровой тем самым пигмалионом, который сумел сделать из нее свою Галатею и звезду мирового уровня. В 1946-м они расписались. К тому времени Константин Александрович уже сотрудничал с киностудиями. Ставил для картин сложные трюки с животными. А в 1953-м в Прибайкалье снимали на натуре эпизоды фильма «Случай в тайге». И вдруг бурая медведица Зинка встала на дыбы и приготовилась к броску наукротителя. Все остолбенели. А Назарова молниеносно среагировала. Просто взяла и загнала медведя обратно какой-то хитростью, кажется, банкой сгущенки. Заманила этого медведя обратно в клетку, а все смелые и сильные мужчины не смогли с ним справиться. Медведица еще и обняла Назарову. Видимо, чтобы не убежала со сгущенкой. Так они в клетку и вошли, обнявшись. Но на этом неприятности не закончились. На одной из репетиций фильма «Опасные тропы» Константиновский работал с уссурийскими и бенгальскими тиграми. Дрессировщик выпустил из внимания одной из своих тигриц буквально на мгновение. Но этого хватило! Она прыгнула на него и отлетела в сторону под ударом тугой холодной воды. Это Маргарита подоспела с бронспойтом в руках. Во второй раз спасла жизнь своему мужу. А ведь у Назаровой в то время еще никакого циркового опыта не было. В фильме «Опасные тропы» она работала дублером актрисы Лилии Юдиной, которая боялась даже подходить к клеткам с хищниками. Но поначалу и у Назаровой с тиграми взаимопонимания не было. И она налаживала отношения с ними как могла. Раньше всех приходила в тигрятник, ставила табуреточку у клеток, садилась и вязала часами. И получалось так, что какое-то время они на нее с интересом смотрели, что это вообще за существо такое тут сидит, еще какими-то циклками тут цыкает-цыкает. Потихоньку-потихоньку они стали расслабляться и засыпать рядом с ней. А вы знаете, что первый признак того, что животное тебе доверяет, это когда оно при тебе спит. На этот удивительный контакт с хищниками обратил внимание главный консультант картины – дрессировщик Борис Эдер. И в 1954 году пригласил Назарову стать дублером Людмилы Касаткиной в фильме «Укротительница тигров». И вместе с Константиновским поставил в картине сильные цирковые номера. А потом Эдер подумал, раз есть такой интересный прецедент, что вот хоп, и «Укротительница тигров», и такой интересный сюжет, а не перенять ли этот сюжет нам на себя. Потому что как бы мужчин-укротителей в то время уже было предостаточно, а женщин-укротительниц было не так много. И получилось так, что просто сказали «давай». И она согласилась. И вошла вместе с Эдером и Константиновским. Но они были так сосредоточены на реакции Назаровой, что не заметили, как к ней подскочил тигр и вцепился ей в ногу. Хищника усмирили, Маргариту вывели. Ну вот и все, подумали Эдер и Константиновский. Девочка испугалась и больше в клетку не войдет. Но не тут-то было. Назарова вернулась. И с тех пор она так поступала всегда. И после того, как тигрица Рада в прыжке чуть не сорвала с нее скальп, и когда ее любимец Пурш поранил височную артерию, восстанавливалась и возвращалась к своим тиграм. Это то, чем у меня всегда учил мой папа. Любая ситуация случается, сопли вытерла, слезы подтерла, пошла обратно в клетку. Потому что если ты сейчас этого не сделаешь, больше ты этого не сделаешь никогда. И так же получилось с Маргаритой. Она вытерла сопли, подтерла слезы и пошла. И пошла и стала невероятной звездой. А картина «Укротительница тигров» оказалась для Назаровой судьбоносной. Она, как и исполнительница главной роли, начинала цирковую карьеру с мотогонок по вертикальной стене. Шикарный бархатный костюм, в котором девушка Лена выходила на манеж, был давней мечтой самой Маргариты. И стал ее фирменным нарядом, которому она была верна долгие годы. Но главное, на съемках фильма «Укротительница тигров» она впервые познакомилась с бенгальцем Пуршем. Такие животные, я не знаю, бывают раз в тысячелетие, наверное, от которого можно потрепать за ухом, поваляться с ним, потискаться, пообниматься. А так, в основном, это, конечно же, очень опасные звери. Ей очень повезло найти такого тигра. Не каждому дрессировщику везет найти именно такого послушного, верного. Назарова, потому что это было уже не животное и дрессировщик, это были друзья, потому что он был счастлив, он ее ценил, он ее любил. Это вот этот красавец, это ее главная любимец, это ее главная гордость, это ее ребенок в каком-то смысле. Потому что он был ее важной опорой, важным элементом, важной частью ее образа. Назарова даже брала тигра на пляж и в рестораны. Каталась с ним в автомобиле, выгуливала на поводке, как собаку. Новый 1963 год Пурш встретил в компании Маргариты, ее мужа и их друзей в Астории. Он был ручной, как котенок. Правда, и лентяем, и тунеядцем тоже был знатным. Ничего не делал, только снимался в кино и позировал фотографом. Для Пурши стояли специальные диваны, на котором он располагался с комфортом, как под дешах, и вообще наслаждался жизнью, пока другие работали. Он был такой мягкий, послушный, но на гастролях в Киеве сбежал в буфет, съел там 31 колбаску и повредил буфетную стойку. Он был лакомкой, высоко ценил колбаски. Понимаю его по-человечески. Съемочная группа «Укротительницы тигров» не стала скрывать имя дублера. И к Назаровой пришла слава. А прогулки с Пуршем на поводке сделали ее в глазах народа гением дрессуры. Хотя за Назаровой всегда стоял любящий ее мужчина и замечательный укротитель Константин Константиновский. Он понимал, как надо общаться с животными. У него был совершенно другой язык общения с собаками, медведями, тиграми, львами. И когда он с ними контактировал, ты видел вот этого именно божака. Здесь не в лидерстве дело. Здесь как раз вот этот момент, когда ты можешь управлять животным. Не унижая его, не наказывая, ни страхом, ничем. Вот просто есть какой-то такой контакт волшебный, когда ты можешь управлять этой невероятной стихией. Вы теперь все у меня арестованные. Вот и ваш капитан, и ваш старший помощник, а я над вами начальник. Бариша! Почему они тебя не трогают? Не понимаешь? Я им понравилась. Маргарита с Константиновским это превратили уже в искусство. Понятие гуманной дрессуры с них началось. Потому что до них это было все такое, что палка, какие-нибудь вилы, и укротитель должен был выстоять, чтобы его не сожрали хищники в клетке. Они работали по системе Павлова. Когда ты чему-то обучаешь животное, то оно уже никогда не разучится это делать. Это уже его рефлекс. В конце 50-х в Москву с официальным визитом прибыл король Непала. Подготовили насыщенную культурную программу, в которую, разумеется, включили цирк на Цветном бульваре. Во время выступления Назарову увидел первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. После выступления Хрущев гордо сказал, да такие женщины есть только в Советском Союзе, о ней фильмы нужно снимать. Вот так и началась звездная карьера первой женщины, укротительница тигров Маргариты Назаровой. Теперь сценарий писали специально под Назарову. Она ждала ребенка. Ее сыну Алеше был всего месяц, когда его принесли на съемочную площадку полосатого рейса. Фильм имел оглушительный успех. Только за год его посмотрели почти 5 миллионов зрителей. И Маргарита Назарова стала их любимой актрисой. Киса. Да ты, оказывается, совсем не страшный. Фильм оказался новаторским. Так свободно, хищников в кино еще не снимали. И это заслуга Константина Константиновского, который не только ставил все трюки и страховал жену и всю съемочную группу, но и работал дублером. И, конечно же, когда Маргарита выходила в манеж, она понимала, что за ней есть сила. Что бы ни происходило там у нее в манеже, в любой момент мог залететь в клетку у Константин и исправить всю ситуацию. Здесь потрясающие фотографии, когда он в женском парике. То есть вот этот брутальный мужчина в женском вот таком парике, похожем на мочалку в большей степени. Он плывет с ними в воде, потому что она не умела плавать на большой глубине. Он с ними борется, потому что, ну, нельзя, чтобы девочка красивая, нежная боролась с ней. Все самые главные трюки боевые именно, как выполнял он. Муж страшно ревновал Маргариту к актеру Игорю Дмитриеву. И ходили тогда слухи, будто между ними действительно затеялся роман. Переживал муж невероятно. И вроде бы даже подумывал о том, как натравить своих питомцев на счастливого соперника. Ну, это всего лишь слухи. Красота Назаровой впечатляла мужчину. На представление с ее участием приходило все политбюро. А во время опасных трюков на тигров порой никто и не смотрел. Вдобавок ко всему Маргарита была человеком открытым и улыбчивым. И частенько кокетничала с почетными гостями в правительственной ложе при встрече. Я могу опять-таки опираясь только на свой единственный и достоверный источник. Это рассказы моего отца Михаила Багдасарова. Он говорил о том, что она была красивая женщина и она очень многим нравилась. Но он никогда не говорил о том, что она отвечала кому-то взаимностью, что с кем-то она флиртовала. Для того времени она была богиней. Она была высшим воплощением женской красоты той эпохи. Идеальная прическа, потрясающая кожа, тонкий макияж без какого-либо перебора, потрясающие яркие глаза, женственный голос. То есть вся такая феминная греческая богиня. Но ссорилась эта греческая богиня с мужем так, что коллеги разбегались. И называли их семью итальянской. Однажды Маргарита Петровна даже вызвала для Константиновского психиатрическую перевозку. Он кричал санитарам, которые его ввозили. «Да как вы смеете? Я Константиновский!» А добрая Маргарита Петровна спокойно парировала. «Я же вам говорю, что у этого человека мания величия. Сейчас он еще скажет, что он мой муж. Хорошо, хоть Наполеоном себя не считает». Правда, Константин Александрович всех в больнице быстро очаровал и его выпустили. И тогда у пары наступило бурное перемирие. Она его безумно любила. Судя по письмам, которые я читала, она его безумно любила. Понимаете, там такие были африканские страсти, они были очень эмоциональные люди. Они дрессировали, наверное, друг друга. Они, наверное, подходили к друг другу, как к самым страшным зверям в клетке в эти секунды, когда какие-то происходили конфликтные ситуации. Поэтому ту страсть, которую они выражали, это, наверное, было их личное счастье. Смерть мужа стала для Назаровой трагедией жизни. В 1970-м тигрица Юлька случайно ударила Константиновского лапой по голове. Началось воспаление мозга. А может быть, опухоль у него уже была. Ведь он перенес несколько фронтовых контузий. Так или иначе, операция прошла неудачно. И Константин Александрович скончался, не дожив до 50-ти. Это была большой ужасной трагедией для нее. Это ее раздавило. Сын вспоминает, что она сидит, курит на кухне, тушит бычок о свою костяшку кости и говорит, вот я папу вижу. Маргарита Петровна впала в глубокую депрессию. Ее поместили в психиатрическую больницу. Только через полтора года она смогла вернуться на манеж. Но это была уже другая Назарова. Назарова, потерявшая не только любимого мужчину, но и любимого тигра. Пурш умер от диабета. Ей было страшно уже, потому что нет тыла, нет спины. И ты знаешь, что если случится какая-то ситуация, тебя никто не спасет и никто тебе не поможет. Потому что очень важно понимать, что муж стоял за клеткой, он находился в клетке и оберегал ее. То есть ее оберегало два мужчины, два сильных мужчины, два диких зверя в некотором смысле, но с чистой и светлой душой. Она переламывала себя и еще 12 лет выходила на арену. Попыталась устроить и личную жизнь. Ее вторым мужем стал Мираб Гарсеванишвили, дрессировщик лошадей, на 15 лет младше. Но он тоже погиб, отравился угарным газом. А в 1983-м на Маргариту Петровну в конце представления напал тигр. И это стало финалом ее карьеры. Врачи запретили Маргарите Назаровой заходить в клетку. И все. Последние 20 лет своей жизни она прожила в нищете, в квартирке на улице Ленина, рядом с цирком. Жила она на крохотную пенсию. Друзья пытались добиться для нее персональной пенсии. Было такое в советские времена персональная пенсия местного значения, республиканского, союзного. Она отказывалась. Не хотела получать подачки. С каждым днем Назарова все больше замыкалась. Перестала подходить к телефону. Сын вырвался из Франции буквально на день. Стучал в дверь и кричал «Мам, это я!». Но она так и не открыла. А в октябре 2005-го соседи забеспокоились из-за подозрительной тишины за дверью Назаровой и вызвали МЧС. Вообще ее нашли, слава богу, сразу практически. Она всего лишь пролежала дома три дня. Пролежала, как описывают по направлению, к кухне. Видимо, она шла. То есть у нее произошел сердечный приступ. К сожалению, квартира была совершенно пустая. Кровать, табуретка и стул. Это был ее выбор. Одиночество. Ей было хорошо. Может быть, это было не одиночество, это было уединение. Это состояние души. И нельзя туда лезть. Понимаете? У каждого свой храм, свой мир, свой микрокосмос. Не надо туда лезть. Ей было в этом комфортно. Пожалуйста. Похоронили Маргариту Петровну на кладбище села Федяково в Нижегородской области. На надгробии высекли знаменитый портрет Назаровой с пуршем. А благодаря ее ученику, дрессировщику Михаилу Багдасарову, цирк в Нижнем Новгороде, носит имя первой в Советском Союзе женщины-укротительницы тигров. И все-таки в благодарной памяти зрителей фильма «Полосатый рис» Маргарита Назарова осталась той самой буфетщицей Марианны, которая запросто могла позволить себе дергать тигров за хвосты, взъерошить гриву льву со словами «Такие прически теперь никто не носит». Молодая, красивая, бесстрашная, она была олицетворением счастья, которое, казалось, никогда не закончится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова